В прошлый раз мы остановились на том, что изучали коники на плоскости. И мы обсуждали, что если С это коника, то есть то, что задается квадратичным уравнением, уравнением второй степени на плоскости, то в зависимости от ранга матрицы, она либо изоморфная P1, либо является объединением двух прямых, либо является двойной прямой. Давайте я так напишу, хотя это некоторая условность. И я просил вас про это подумать. Кто-нибудь смог подумать? Давайте тогда обсудим первый случай, он особенно важный. И он нам понадобится в дальнейшем. Как проверить, что невырожденная коника, то есть коника, соответствующая матрице ранга 3, изоморфная P1? Давайте скажите. Ну что, давайте сначала покажем, что она изоморфная. Там уравнение Z2 минус 1 квадрат. Да, во-первых, мы можем считать, что она задается уравнением Z0, Z2 минус Z1 в квадрате. Про это нам говорит линейная алгебра, поскольку любую квадратичную форму, невырожденную от трех переменных, можно к такому виду привести. Ну а дальше мы можем просто сказать, что у нас практически координаты Z0 в квадрате, чтобы мы Z0, Z1 и... Сейчас, давайте чуточку поаккуратнее. Давайте построим отображение из P1 в C и из C в P1, так, чтобы они были взаимнообратными. Значит, вот давайте возьмем, скажем, P1, пусть на ней однородные координаты W0, W1. Значит, как нам построить отображение отсюда в C? Это просто отображение Веронезы. Да, совершенно верно. Вот эта кривая особенно хороша тем, что это в точности образ отображения Веронезы. Если мы возьмем отображение W0 в квадрате, W0, W1, W1 в квадрате, просто отображение В2, которое мы обсуждали вчера, то очевидно, что вот любая точка с такими координатами лежит на этой конике. Просто мы подставляем вместо Z0, W0 в квадрате, вместо Z2, W1 в квадрате, вместо Z1, W0, W1, и получаем, что получается, и видим, что получается тождество. Значит, отображение Веронезы действительно P1 отображает на нашу конику, живущую в P2. Так, хорошо, а как построить в другую сторону отображения? Вот, то есть у нас есть точка Z0, Z1, Z2, лежащая на этой конике. Как ей сопоставить точку на P1? Как? Отображение из Z3, там, где последний. Я не могу расслышать. Отображение из? Ну, что, давайте просто Z1, Z2, перейдем к Z0, Z1. Так, Z0, Z1. Ага. Да. Ничего. Так, ну, с этим отображением имеется небольшая проблема, да? Да. А именно в точке 0, 0, 1, которая лежит на нашей конике, оно не определено. А, может, да. Да, поделюсь. И вводим ее в точку 0, 0. Ну, лучше, было бы лучше, если бы у нас отображение в окрестности любой точки было определено не просто словами, что эта точка переходит в эту точку, а какой-то формулой. Да, нам же нужно, чтобы в окрестности любой точки отображение задавалось рациональными функциями. Но, на самом деле, это совершенно несложно сделать. А именно, значит, давайте у нас будет отображение, которое при Z2, не равном нулю... Нет, сейчас, прошу прощения. При Z0, Z1, не равном нулю, будет задаваться вот этой формулой. А там, где Z1 и Z2 одновременно не равны нулю, давайте определим ее формулой, наоборот, Z1, Z2. И давайте заметим, что эти две формулы, они, на самом деле, на пересечении задают одно и то же отображение. Почему? Давайте проверим, что вот такая точка на P1 и вот такая точка на P1 — это одна и та же точка. Для этого нам нужно проверить, что вот такой вектор в Z2 пропорционален вот этому вектору в Z2. А для этого нужно проверить, что определитель, составленный из двух этих матриц, равен нулю. И из двух этих строчек, равен нулю. Правильно? Но если вы напишите этот определитель, вот вы сразу видите, что он равен Z0 на Z2 минус Z1 в квадрате. В точности уравнения нашей коники. То есть вот эти две формулы, которые на всей плоскости вообще-то задают два совершенно разных отображения, на нашей конике они задают одно и то же отображение, они на ней совпадают. И как раз они отличным образом друг друга дополняют. То есть вот это как раз тот самый замечательный случай, когда мы, наверное, не вполне можем написать общие формулы на всей конике, но мы можем ее покрыть двумя открытыми множествами. На одном открытом множестве написать одну формулу, на другом множестве написать другую формулу. И увидеть, ну и очевидно, что на пересечении множества они согласуются. Поэтому это хорошо определенное регулярное отображение. Ну и, конечно, легко проверить, что композиция этих двух отображений является тождественной. Например, если мы стартуем с точки W0, W1, применяем вначале первое отображение, попадаем в W0 в квадрате, W0, W1, W1 в квадрате, потом применяем второе отображение, и попадаем либо в W0 в квадрате, W0, W1, либо в W0, W1, W1 в квадрате. И в любом случае мы можем лишний множитель сократить, и это будет то же самое, что W0, W1. То есть композиция тождественная. Ну и в другую сторону проверка тоже аналогична. Если мы стартуем с такой точки, применяем вот это отображение, давайте тоже сделаем это. Если мы стартуем с точки Z0, Z1, Z2, применяем наше первое отображение, попадаем либо в Z0, Z1, либо в Z1, Z2, в зависимости от того, какое из этих двух условий выполнено, а потом применяем отображение Веронезе. В первом случае у нас получается Z0 в квадрате, Z0, Z1, Z1 в квадрате. Но давайте, поскольку Z1 в квадрате у нас равно Z0, Z2 на нашей конике, то это все равно, что Z0 в квадрате, Z0, Z1 и Z0, Z2. И если мы сократим общий множитель Z0, то как раз получится наша исходная точка. Ну и аналогично во втором случае. У нас получается Z1 в квадрате, Z1, Z2, Z2 в квадрате. Но опять же Z1 в квадрате это Z0 на Z2, то есть Z0 на Z2, Z1, Z2 и Z2 в квадрате. И опять же сокращая общий множитель, который на этот раз Z2, видим, что получается тождественное отображение. То есть вот, это такая простенькая проверка, показывает, что два наших отображения взаимнообратные. Хорошо. Ну а два других случая, они в общем-то, в чем-то гораздо проще. Значит, если ранг равен двоечке, то, опять же, пользуясь линейной алгеброй, мы можем считать, что уравнение нашей коники равно, например, Z1 на Z2 равно нулю. Ну а тогда такая коника, это объединение прямой Z1 равно нулю и прямой и прямой Z2 равно нулю. И эти две прямые, они, очевидно, пересекаются в точке 0, 0, в точке 1, 0, 0. Правильно? То есть этот случай простой. Ну и последний случай, когда ранг равен единице, он, в общем, тоже простой. Можем считать, что наша коника задается уравнением Z2 в квадрате равно нулю. Ну а это, можно сказать, прямая Z2 равно нулю. Но поскольку у нас уравнение в квадрате, то вот в таких случаях говорят, что это двойная прямая. Значит, я пока не хочу объяснять смысл этой фразы, но это у нас появится в дальнейшем. Хорошо. Значит, вот таким образом такие бывают коники. Да, еще, может быть, по поводу невырожденной коники, вот этого изоморфизма полезно понимать, что это, опять же, в общем, по сути, та же самая стереографическая проекция, только ее алгеброгеометрический вариант, который мы уже наблюдали вчера. То есть, на самом деле, вот это отображение, например, если мы первую строчку напишем, то, как было правильно замечено, это по существу проекция из точки. Просто точка у нас лежит на конике, поэтому эта формула в этой точке само отображение не задает, но на самом деле оно действительно правильным образом туда продолжается следующим образом, что вместо того, чтобы брать секущую, проходящую через эту точку, мы берем касательную к нашей конике, проходящую в этой точке, и вот она тоже где-то пересекает ту прямую, на которую мы проектируемся. То есть, вот это отображение, на самом деле, та же самая стереографическая проекция. Естественно, ее можно делать не только для коники, заданной таким уравнением, можно взять любую конику, а если вы знаете хотя бы одну точку на ней, то вы можете точно так же из этой точки проектировать, и у вас получится хорошее, простое отображение на P1. Это, например, очень полезно, если вас интересуют пифагоровые тройки. Ровно так можно решать задачу про перечисление пифагоровых троек. Дело в том, что пифагоровые тройки это в точности точки на конике, которая, правда, немножко другим уравнением задается, да, Z0 в квадрате плюс Z1 в квадрате равно Z2 в квадрате. И одну точку на этой конике найти очень легко, например, точка 1,0,1 лежит на этой конике. И если устроить стереографическую проекцию, то получается изоморфизм с P1, то есть, в некотором смысле, просто параметризация всех пифагоровых тройок. Очень полезная вещь. Вот. Хорошо. Это коники. Давайте еще в качестве упражнения нам, наверное, это не понадобится, но это такое простое приятное упражнение в этом же духе, которое полезно сделать, что если вы возьмете квадрику в P3, то есть, то, что, опять же, задается уравнением степени 2, если матрица не вырождена, то есть, ее ранг равен 4, то Q изоморф на P1 на P1. Опять же, полезно написать явные изоморфизмы вот в том же духе, как мы делали здесь. То есть, по паре точек на P1 построить точку на этой квадрике и наоборот, по точке на квадрике построить пару точек на P1. Хорошо. Ладно. давайте теперь, собственно, постепенно переходить к основной нашей теме. Значит, собственно, давайте заметим такую важную вещь. Значит, вот мы обсудили, что на плоскости бывают прямые на плоскости, бывают коники на плоскости, и вы, наверное, уже обратили внимание, что, собственно, если мы посмотрим на множество всех прямых на плоскости или на множество всех коник на плоскости, то они сами по себе, вот эти множества, имеют структуру алгебраического многообразия. Значит, вот множество всех прямых на плоскости это тоже алгебраическое многообразие. И то же самое множество коник на плоскости. Почему? Ну, вот, собственно, что такое прямая на плоскости? Как мы обсудили, прямая это то, что задается уравнением а0 z0 плюс а1 z1 плюс а2 z2 равно 0. Здесь а0 а1 и а2 коэффициенты этого уравнения это тройка чисел, тройка комплексных чисел, которые полностью определяют нашу прямую. Давайте заметим, что это тройка комплексных чисел. Во-первых, она не может быть тройкой нулей, потому что если все аиты равны нулю, то это получается не прямая, а черт что. Поэтому эта точка в c3 без нуля. Правильно? И кроме того, давайте заметим, что если мы коэффициенты уравнения нашей прямой все умножим на одну и ту же константу, то прямая от этого не поменяется. Правильно? Поэтому мы должны отфакторизовать по ненулевым комплексным числам и то, что у нас получается, это на самом деле опять же проективная плоскость. То есть прямые на проективной плоскости параметризуются тоже проективной плоскостью. Единственное, важно помнить, что вот эта проективная плоскость, которая параметризует прямые, это не та проективная плоскость, которая у нас была в начале, а это то, что называется двойственная проективная плоскость. Дело в том, что мы когда говорили про проективную плоскость, мы говорили, что это тройки чисел с точностью до константы, но вообще-то, как мы уже немножко обсуждали вчера, правильно говорить не про тройки чисел, ну, потому что тройка чисел соответствует выбору некоторого базиса в трехмерном векторном пространстве, а лучше говорить просто про трехмерное векторное пространство. Базис лучше вначале не выбирать, а выбирать в самый последний момент, когда вам уже надо будет что-то обязательно посчитать. То есть, вообще, проективная плоскость, правильно про нее думать как про проективизацию векторного пространства V. Значит, V это трехмерное векторное пространство, ну, и проективизация это вот V без нуля фактор по C-сквистику. Правильно? Вот. И в этом смысле, если мы посмотрим на то, что из себя представляет проективная плоскость, которая параметризует прямые на P от V, да, давайте вот здесь вот напишу P от V сразу, V у нас будет фиксированное трехмерное пространство, то поскольку мы хотим векторы вот в этом трехмерном пространстве спаривать с векторами вот в этом трехмерном пространстве, да, чтобы писать выражение типа сумма АИТ, ЗТ, то нам нужно, чтобы вот это трехмерное пространство было двойственным к исходному, поэтому вот эта двойственная проективная плоскость это проективизация двойственного векторного пространства, да, то есть еще раз, прямые на P от V это точки проективной плоскости, которые есть P от V двойственного, P от двойственного векторного пространства, от пространства линейных функций на исходном, вот, ну и то же самое относится к коникам, значит, коники, как мы обсудили, это то, что задается уравнениями, сумма АИТ, житая, Зитая, Зитая, равно нулю, значит, АИЖитая это симметрическая матрица 3 на 3, ну и опять же, эта матрица не может быть, не может состоять из нулевых векторов, все числа не могут равняться нулю одновременно, потому что иначе это получится бессмысленное уравнение, и опять же, если все коэффициенты мы домножим на константу, то коник у нас не поменяется, поэтому они параметризуются пространством P5, значит, у нас у симметрической матрицы 3 на 3 имеется ну там всего 9 элементов, но с учетом симметрии там по существу 6 элементов, поэтому у нас они нумеруются шестерками чисел с точностью до умножения на константу, поэтому это P5. Значит, вопрос, как это пространство P5 записать более правильно, без выбора базиса? Проективизацией какого векторного пространства является вот это P5? Кто мне скажет? Какой смысл у симметричных матриц 3 на 3? Проективизация тензорного произведения? Чего и чего? Возвездочка. Возвездочка Это почти верно, но все-таки не совсем, потому что если взять тензорное произведение, то оно будет девятимерным. Проективизация симметрической степени двойственного V. Правильно, да. Значит, нужно учесть, что у нас матрицы симметрические, то есть это проективизация от симметрического квадрата от V двойственного. То есть симметричные матрицы это как раз то, что параметризует симметрические билинейные или там что-то же самое квадратичные формы на нашем пространстве V. То есть про пространство коник правильно думать, как про проективизацию вот такого векторного пространства. Понятно, что можно двигаться и дальше в этом направлении. Можно рассмотреть кривые степени 3 на плоскости. Они будут параметризоваться своим уравнением, которое будет уже кубическим, и их пространство будет проективизацией симметрического куба от V2 и так далее. Значит, видно, что когда мы рассматриваем такие алгеброгеометрические объекты в проективном пространстве или на самом деле в любом проективном многообразии, то они тоже в свою очередь параметризуются проективными многообразиями. Это вот такое замечательное свойство, такая замечательная самодостаточность алгебрической геометрии, которая отличает ее от других разновидностей геометрии, которая очень важна и полезна. Вот если, например, вы попробуете сделать то же самое в дифференциальной геометрической ситуации, возьмете свое любимое гладкое многообразие, гладкое компактное многообразие, и попробуете подумать, чем параметризуются кривые на этом многообразии. Вы сразу увидите, что кривые будут параметризоваться какими-то огромными функциональными пространствами, которые являются объектами совершенно другой природы. И чтобы с ними работать, вам придется из области дифференциальной геометрии перекочевать в область функционального анализа. Это будет нечто совершенно иное. А если вы захотите изучать объекты уже в этих функциональных пространствах такого же плана, то это уже вообще будет непонятно, что такое. А в алгебраической геометрии, когда вы что-то такое делаете, вы остаетесь ровно в тех же рамках. Это, на самом деле, замечательное явление, довольно уникальное, которое очень полезно, на самом деле. То есть, оно, на самом деле, часто работает именно в обратную сторону. На самом деле, более интересно не то, что алгеброгеометрические объекты параметризуются многообразиями, а более интересно то, что важные многообразия, про них можно думать как про пространство параметров для объектов на чем-то еще. И вот это дает дополнительный... Это придает геометрический смысл даже отдельным точкам ваших многообразий и позволяет доказывать про них разные важные вещи. Ну, это такие общие слова. Я надеюсь, отчасти их прокомментировать в дальнейшем, но пока пусть они остаются просто словами. Вот, хорошо. Значит, вот мы обсудили, что прямые параметризуются проективным пространством двумерным, коники параметризуются проективным пространством пятимерным. Поэтому теперь можно, собственно, уже сформулировать нашу задачу, которую мы будем обсуждать. Давайте я сразу скажу формулировку, но ответ мы будем к ней искать постепенно. Значит, формулировка очень простая. Сколько... Собственно, я думаю, вы ее все видели уже в описании этого курса лекции. Но давайте я его все-таки еще раз напишу. Сколько коник на P2, то есть на проективной плоскости, на P от V касаются пяти данных. Пяти данных коник. Вот. Значит, давайте, собственно, наша цель сегодня. Мы обсудим несколько похожих, но более простых задач, чем вот эта задача. И на их примере, я надеюсь, мы поймем, как задачи такого типа разумно решать. И, значит, попробуем таким же способом решить конкретно эту задачу и получим ответ. Но, правда, неправильный. А с тем, почему он неправильный и как его исправлять, мы будем уже разбираться завтра. Значит, как решать задачи такого типа? Значит, давайте вначале в качестве первого приближения к этой задаче обсудим гораздо более простую задачу, на которую, я уверен, вы мне сразу дадите ответ. Давайте коники поменяем на прямые, на P2, а условия касания поменяем на условия прохождения через точку. Проходит и, соответственно, точек у нас будет не 5, естественно, а 2, через 2 данных точки. Так, скажите мне, какой тут будет ответ? Один. Один. Совершенно верно, да. Эта задача замечательна тем, что ответ на нее очевиден. Но, тем не менее, каким бы очевидным он ни был, давайте попробуем подойти к этой задаче с научной точки зрения. На самом деле, это полезная вещь, потому что часто так бывает, что есть какая-то совершенно очевидная задача и как-то не хочется даже думать, потому что и так ответ очевиден. Но, если вы эту задачу немножко усложните, то часто бывает, что уже ответ становится совершенно менее очевиден. Но на примере простой задачи вы можете легко понять, как вообще к задачам такого типа надо подступаться и можно этот же метод использовать и на сложных задачах. Значит, давайте сколько бы ни была эта задача очевидна, попробуем ее обсудить. Значит, вот смотрите, нас интересует, сколько прямых проходит через две данных точки. Давайте мы применим метод разделяя и властвуй. Значит, вот у нас мы накладываем на нашу прямую два условия. Условия прохождения через одну точку и условия прохождения через другую точку. Значит, давайте посмотрим, что из себя каждая из этих условий представляет по отдельности. Значит, что можно сказать про условия прохождения прямой через точку. Значит, мы знаем, что прямые, они, как мы обсудили, параметризуются проективной плоскостью. То есть, вот этот вопрос можно переформулировать таким образом, что из себя представляет множество прямых, проходящих через данную точку в пространстве всех прямых, то есть, в двойственной проективной плоскости. Понятен вопрос? То есть, ну, мы, как бы, на очень простую вещь начинаем смотреть с другой точки зрения и выясняется, что у нее есть некоторый вполне разумный смысл. Значит, давайте посмотрим. Значит, вот пусть у нас точка, например, какая-то точка с координатами Z0, Z1, Z2 на нашей проективной плоскости P от V, и нас интересует прямая, которая задается уравнением A0 Z0 плюс A1 Z1 плюс A2 Z2 равно 0. Значит, давайте при нее думать, как про точку на двойственном проективном пространстве. Значит, в каком случае эта прямая проходит через нашу точку? В каком случае? Совершенно верно, да. Условия прохождения через точку это ровно уравнение нашей прямой, да? Ответ автологичный, поэтому даже страшно его говорить. Но, тем не менее, давайте посмотрим на этот ответ. Значит, до сих пор, когда мы думали про L как про прямую на нашей исходной плоскости, мы на это уравнение смотрели как на уравнение на Z с параметрами A. А теперь, когда мы смотрим на это уравнение как на условие того, что прямая, уже варьирующаяся прямая проходит через неподвижную точку P, теперь у нас буквы A и буквы Z меняются местами, да? Наш алфавит пошел шиворот-навыворот. Значит, теперь у нас буквы A являются переменными, а буквы Z являются параметрами. Но, тем не менее, какая мораль? Значит, мы видим, что это уравнение как уравнение на переменные A является линейным. Правильно? Это означает, что прямые, проходящие через данную точку на этой двойственной проективной плоскости образуют что? Прямую. Совершенно верно. Значит, вот это прямая на P от V двойственную. Значит, каждая точка на нашей исходной плоскости дает прямую на двойственной плоскости. Правильно? Давайте, я не знаю, как-нибудь эту прямую обозначим. Ну, не хочется использовать букву L. Давайте ее обозначим Mp. Это прямая на двойственной проективной плоскости. Ну и, собственно, к чему теперь свелась наша задача. Если у нас есть две точки на нашей исходной проективной плоскости, они нам дают прямые Mp1 и Mp2 на двойственной проективной плоскости. И теперь, если мы хотим понять, какие прямые проходят через две эти точки сразу, нам нужно просто пересечь две вот этих прямых на двойственной плоскости. То есть, нас интересует вот это пересечение. Правильно? То есть, вопрос про прямые, проходящие через две данные точки, свелся к вопросу про то, сколько точек пересечения у двух данных прямых. Ну, понятно, что в данной конкретной ситуации, по сути, этот вопрос от исходного вопроса не особенно сильно отличается, никакого особенного упрощения мы не достигли, ну, собственно, потому что задача исходная была слишком простой. Но, тем не менее, это такая более правильная точка зрения, как мы скоро увидим. Это более правильная точка зрения на задачи такого плана. Значит, две прямые на проективной плоскости всегда пересекаются по точке, ну, за исключением того случая, когда они совпадают. Ну, и поскольку эта точка в пересечении одна, то получаем ответ на нашу задачу. Ответ один. Совершенно это. Вот мы другим способом получили ответ на тривиальную задачу. Хорошо. Давайте немножко усложним. Значит, давайте вот это сотру и здесь напишу следующий вопрос. Значит, давайте постепенно от вот такого совершенно банального вопроса будем приближаться к вот этому менее банальному вопросу. Значит, давайте прямые поменяем на конике. Значит, сколько коник на P2 проходит через пять данных точек. Так, кто может сразу ответить на этот вопрос? Одна. Одна, да. Ну, значит, это может быть чуть менее очевидно, чем в случае прямых, но давайте, тем не менее, изучим, как наш способ применяется в этом случае. Значит, в чем, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно понять, что из себя представляет условия прохождения, прохождение теперь уже не прямой, а коники через точку, значит, опять же, пусть у нас дана точка, и теперь мы вместо прямой рассматриваем конику. уравнение... подумаем, как проточки проективного пространства проективизации S квадрат от V двойственного, и, соответственно, условия того, что P лежит на C, это условие, значит, как и раньше, это условие того, что выполнено наше уравнение, и, как мы видим, собственно, точно так же, как и раньше, это условие, как условие на i и житые, на коэффициенты нашей коники, оно линейно по-прежнему, да? Теперь, если мы в качестве переменных рассматриваем буквы A, а в качестве параметров буквы Z, то, хотя параметры устроены довольно хитро, но уравнения на наши переменные по-прежнему линейные. Поэтому, ну, это, конечно, уже не прямая на нашем проективном пространстве, а это у нас пространство P5, в нем у нас одно линейное уравнение, это, на самом деле, гиперплоскость. Гиперплоскость в нашем пятимерном пространстве. И, поэтому, если у нас есть пять точек, то, тем самым, в нашем пятимерном пространстве у нас есть пять гиперплоскостей, и нас интересует их пересечения. Вот. Ну, и, собственно, дальше нужно, конечно, воспользоваться линейной алгеброй. Пять гиперплоскостей в проективном пространстве — это все равно, что пять гиперплоскостей вот в этом шестимерном векторном пространстве, которые мы пересекаем. Ну, если мы возьмем пять гиперплоскостей в общем положении, то их пересечением будет прямая. Прямая вот в этом шестимерном векторном пространстве, и она нам будет давать точку на проективной, на его проективизации. То есть обычно это точка. Но, конечно, если мы, если наше пространство окажется не в общем положении, если соответствующая система линейных уравнений будет вырождена, если эти уравнения будут линейно-зависимыми, то у нас может получиться что-то побольше. Но в любом случае ясно, что это всегда будет какое-то линейное подпространство. Вместо точки, в принципе, могло бы получиться P1, P2, P3 или даже P4. Ну, на самом деле, давайте я это оставлю в качестве упражнения, что, значит, ответ, тем не менее, является точкой почти всегда. А именно, давайте я напишу, в каких двух ситуациях ответ неправильный. Правильный. тогда и только тогда, когда никакие четыре из этих пяти точек не лежат на одной прямой. Четыре из пейтах не лежат на одной прямой. То есть, на самом деле, там есть две ситуации. Может быть, четыре точки лежат на одной прямой, а пятая лежит где-то еще, тогда вот это пересечение окажется проективной прямой. А если все пять точек попадут на одну прямую, то это пересечение окажется даже плоскостью. Но, значит, вот если эти вырожденные случаи не рассматривать, то вот таким способом легко получается, что у нас ответ просто, что соответствующие пересечения это одна точка и ответ на эту задачу опять же единица. Хорошо. Все понятно пока? Отлично. Так, давайте накладывать более хитрые условия. Значит, давайте вернемся к прямым опять же для начала и изучим сколько прямых скажем ну, сейчас давайте прежде чем ставить вопрос, давайте обсудим какие бывают более хитрые условия. Значит, обсудим условия давайте даже здесь напишу условия касания, значит, вот в нашей задаче, которая нас интересует, у нас не условия прохождения через точку появляется, условия касания. Давайте это условия касания вначале обсудим для прямых. условия условия касания прямой и коники. Значит, давайте зафиксируем конику. Ну и давайте, значит, когда у нас речь шла про точки, там условия прохождения через точку было настолько простым, что было даже неважно, какую точку брать, но условия касания с коникой чуть более хитрые, поэтому давайте выберем нашу любимую конику. Значит, какая у нас любимая коника? Да, наша любимая коника это коника Веронеза. Z0Z2 минус Z1 в квадрате равно 0. И теперь давайте возьмем произвольную прямую сумма аитое Z1 равно 0. И посмотрим, для каких значений параметров аитох эта прямая касается коники. Значит, когда, что это за условия на параметры, чтобы прямая касалась коники. Ну, значит, как можно отвечать на этот вопрос? Давайте вообще посмотрим, что из себя представляет множество точек пересечения L и C. И, собственно, условия касания. Ну, значит, понятно, что если мы берем прямую иконику, то, по сути, мы напрямую ограничиваем квадратичные условия. У нас на этой прямой, которая сама по себе изоморф на P1 получается однородный многочлен степени 2. У него там будет ровно два нуля, как правило, поэтому обычно такое пересечение состоит из двух точек. Но условия касания — это когда два корня у соответствующего многочлена сливаются, когда у него появляется кратный корень. Поэтому, собственно, чтобы понять условия касания, нам нужно понять, что из себя представляет такое пересечение и написать условие, что там кратный корень. Ну, давайте это сделаем. Ну, удобнее всего это сделать так. Мы же знаем, что, ну, значит, можно отождествить L с P1 и ограничить туда условия С, ну, а можно наоборот отождествить С с P1 и ограничить туда уравнение L. Ну, мне кажется, удобнее в данном случае воспользоваться вот этим вторым способом. Тем более, что мы сегодня обсуждали, как С отождествить с P1 с помощью отображения Веронеза. Как раз здесь есть отображение Веронеза. Давайте с помощью него отождествим С с P1 и ограничим туда уравнение L. Значит, какое у нас тогда получится уравнение? Значит, вот пусть на этой P1 у нас координаты W0 и W1, тогда вот это отображение W0 и W1 переводят в W0 в квадрате W0 и W1 и W1 в квадрате и нужно туда ограничить вот это наше уравнение. Какое уравнение получается? Говорите мне. Значит, вот мы в это уравнение вместо Z просто подставляем их выражение через W и Т. Что получается? А0 W0 в квадрате. Дальше. плюс A1 W0 W1 и плюс A2 W1 в квадрате. Значит, вот пересечение нашей прямой иконики описывается на P1 вот этим уравнением. Да, ну, соответственно, это квадратное уравнение. Мы, там, я не знаю, в каком классе школы сейчас учатся решать квадратное уравнение. Где-то в седьмом классе. Наверное, все уже даже забыли, как его решать. Вот, но нам, собственно, его даже решать не надо, а нам нужно написать условие, когда оно имеет кратный корень. Но это тоже в школе проходит. Это условие на дискриминант этого уравнения. Чему равен дискриминант у такого квадратного уравнения? 1 в квадрате минус 4А0А2. Совершенно верно. 1 в квадрате минус 4А0А2. Школу закончил. А? Я школу закончил только что. Очень хорошо, да. Я еще не задал. Наверное, на ЕГЭ приходилось пользоваться дискриминантом. Вот, замечательно, да. Значит, вот получается, дискриминант у нас равен вот этому, и зануление дискриминанта это в точности и есть условие касания. И, как мы видим, у нас условие задается по-прежнему многочленом от наших координат на пространстве всех прямых. Значит, что это означает? Это означает, что прямые, которые касаются данной коники С, это подмножество в двойственной проективной плоскости, что это подмножество из себя представляет? Оно задается вот таким уравнением, то есть, оно является само коникой. вот, замечательно. Видите, вот получается, когда мы какие-то такие разумные условия накладываем, у нас получаются тоже разумные алгеброгеометрические ответы. Это очень приятно. давайте упражнение на эту тему. Значит, как на самом деле эту конику можно понять, не выписывая уравнения, значит, упражнение такое. Значит, давайте заметим, что стартовали мы с невырожденной коники. Если, значит, давайте вот эту конику, которая здесь получилась в двойственной проективной плоскости, будем называть С с галочкой, это так называемая двойственная коника. На самом деле смысл у нее очень простой. Значит, если наша С, наша исходная коника, задавалась, значит, это элемент, это, как мы обсудили, точка в проективном пространстве проективизации С квадрат В двойственного, пространство С квадрат В двойственное, про него можно думать, как про подпространство в пространстве отображений, линейных отображений из В в В двойственное. Правильно? Ну, это вот как, если у вас есть квадратичная форма или там билинейная форма, вы про нее можете думать, как про отображение из одного пространства в двойственное. Вы можете один аргумент подставить в билинейную форму, и у вас получится линейная форма, то есть вектор на двойственном пространстве. И если коника не вырожденная, то такое отображение, соответствующее отображение, является изоморфизмом. Коника нам тем самым задает изоморфизм из V в двойственное. Ну а если у нас есть изоморфизм между двумя векторными пространствами, мы всегда можем взять обратный изоморфизм. Значит, если мы возьмем обратное отображение, C в минус 1, то это будет отображение из V двойственного V, и это будет точка в пространстве отображения из V двойственного V, про которое можно думать уже как про билинейные формы на V. И здесь, в частности, лежат симметричные билинейные формы, то есть S квадрат V. И, собственно, наблюдение состоит в том, что если исходная форма была симметричной, то обратная матрица к ней тоже будет симметричной, и вот двойственная коника, она в точности задается обратной матрицей. Да, то есть, значит, двойственная коника упражнение состоит в том, что она соответствует, задает изоморфизм из V двойственного V обратный к C. То есть, с точки зрения матриц, переход двойственной коники к двойственной конике — это просто обращение матрицы. Хорошо, давайте применим это наблюдение и обсудим, сколько прямых касается двух данных коник. Это уже мы довольно заметно приблизились к той задаче, которой интересуемся. Значит, ну, что говорит наше обсуждение про эту задачу? Значит, вот мы спрашиваем, сколько прямых касается двух данных коник. Тем самым на прямые мы накладываем два условия. Вот пусть у нас были коники C1 и C2. Тогда мы знаем, что прямые, которые касаются конику C1, это двойственная коника C1 двойственная на двойственной проективной плоскости. Правильно? А прямые, которые касаются конику C2, это тоже коника C2 двойственная на этой двойственной проективной плоскости. Поэтому, если нас интересуют прямые, которые касаются и С1, и С2 одновременно, то нам нужно просто пересечь С1 двойственное с С2 двойственным. То есть вопрос свелся к более понятному вопросу про пересечение двух коник. Ну, я думаю, что многие из вас знают ответ. Сколько точек пересечения у двух коник на плоскости? Четыре, да. Значит, это, на самом деле, утверждение, оно довольно полезное, называется теорема Безу. Значит, давайте я ее сформулирую. Давайте, значит, я ее сформулирую даже не для плоскости, а для произвольного проективного пространства. Значит, пусть у нас есть проективное пространство PN, и пусть в нем у нас задано N гиперповерхностей разных степеней. Значит, пусть в PN у нас заданы X1 и так далее, XN, где X это гиперповерхность степени N. То есть она задается одним уравнением степени, скажем, D и Т. Тогда, если X и Т в общем положении, то их пересечение состоит из D1 умножить на D2 умножить на и так далее, умножить на Dn точек. Да, то есть, если вы знаете степени ваших гиперповерхностей, то, чтобы узнать количество точек в пересечении, нужно просто эти степени перемножить. Значит, я эту теорему сейчас доказывать не буду, но надеюсь, что завтра я объясню, какой смысл у этой теоремы, и она станет более понятной для тех, кто и так этого смысла не знает. А для тех, кто знает смысл и так, наверное, понятно. Хорошо. В общем, короче говоря, теорему безу мы можем легко применить в нашем случае. Нам нужно пересечь две коники на проективной плоскости, и ответ, соответственно, получается 4. 4. Имеется ровно 4 прямых, которые касаются двух данных коник. Ну и опять же, я думаю, что этот ответ, кстати, хорошо понятен с точки зрения обычного курса геометрии, особенно для тех, кто недавно к кончику. Если мы вместо коник напишем две окружности, то вот у нас есть 4 прямых, которые их касаются. Понятно, что это такая вещественная картинка. Если вы на вещественной плоскости окружности каким-то другим способом нарисуете, то вы обнаружите, что у вас будет проблема нарисовать 4 прямые, которые их касаются. Например, если одна окружность окажется внутри другой, то у вас ни одной общей касательной прямой не будет. Но это ровно потому, что соответствующие гиперповерности в этом случае, их 4 точки пересечения уже будут не вещественными, а чисто комплексными. Вы их на вещественной плоскости не видите, но теорема безума вам, тем не менее, говорит, что они есть. Хорошо. Ну и понятно, что аналогично можно решить вопрос про... Можно наши два типа условий смешать. Можно спросить, сколько есть прямых, которые касаются данную конику и проходят через данную точку. Какой ответ? Две, совершенно верно. Ну и на картинке это тоже хорошо видно. Ну а с точки зрения теоремы безума мы пересекаем гиперповерхность степени 2 и гиперповерхность степени 1. Произведение степеней равно двойке. Хорошо. Значит, давайте теперь перейдем к тому условию, которое нас на самом деле интересует. Значит, условия касания двух коник. Что это за условия? Значит, давайте опять же считать, что одна коника у нас фиксированная. Давайте я ее C0 назову. И давайте опять же возьмем нашу любимую конику. Z0, Z2 минус Z1 в квадрате равно 0. А коника C у нас будет какая-то произвольная коника. Сумма АИТ и ЖИТ и ЗИТ и ЗИТ и РИТ равно 0. И нам нужно понять, значит, АИЖИТ и это параметры, про которые мы думаем как про координаты на пространстве всех коник. Вот на этом пространстве всех коник. И нам нужно понять, что за условия на эти АИТ и ЖИТ и дает нам касание этих двух коник. Ну, значит, давайте действовать, как мы действовали раньше. Значит, мы знаем, что наша коника C0 изоморф на P1, причем даже знаем явный изоморфизм. Это отображение Веронезе. Значит, мы можем взять, посмотреть, что из себя представляет пересечение и написать условия того, что там есть кратная точка. Значит, для этого нам нужно в уравнение нашей коники C вместо ЗИТ их подставить их выражения, которые нам даются отображением Веронезе. Значит, что у нас получается? Значит, у нас... Ну, давайте я это сам напишу. Ну, я думаю, что вы тоже справились бы. Значит, у нас получается А0, 0, W0 в четвертой плюс 2А1, 2, W0 в кубе, W1 плюс А1, 1 плюс 2А0, 2 W0 в квадрате, W1 в квадрате плюс А2, а... Сейчас... Нет, что-то я запутался. Вот 0, 1, да, 2, 1, 2, W1, W0, W1 в кубе и плюс А2, 2, W1 в четвертой равно 0. Собственно, на самом деле, не так уж и важно, что именно получилось. Важно, что получился многочлен, однородный многочлен степени 4 от переменных W0 и W1. Соответственно, нам нужно понять, что из себя представляет условие, что этот многочлен имеет кратный корень. определительный дискриминант, правильно, не используется? Да, да, совершенно верно. Нужно написать дискриминант этого многочлена. А все знают, что такое дискриминант многочлена большой степени? Давайте тогда я скажу. Значит, дискриминант — это специальная версия более общей вещи, которая называется «результант». Значит, вот давайте отвлечемся от вот этого вопроса. И, допустим, у нас есть два многочлена, и мы хотим понять, когда эти два многочлена имеют общий корень. Значит, вот пусть у нас есть... Давайте я даже другую... Значит, ну, во-первых, от однородных многочленов всегда можно переходить к неоднородным, и тогда мы корни на проективной прямой, вместо корней на проективной прямой, будем искать корни на обычной прямой. Значит, пусть у нас есть два многочлена. А0 плюс А1Т плюс и так далее, плюс АМТ в степени Н — это один многочлен. А второй, ЖТ — это Б0 плюс Б1Т плюс БНТ в степени Н. Два многочлена, вообще говоря, разных степеней. Как понять, имеют они общий корень или не имеют? Значит, ну, если у вас даны конкретные многочлены, то сделать это очень просто. На самом деле, общий корень у этих двух многочленов — это их общий делитель в кольце многочленов от переменной Т. Ну, а общие делители очень удобно искать с помощью алгоритма Эвклида. Можно взять тот многочлен, который в большей степени разделить на многочлен в меньшей степени с остатком, и вместо него взять вот этот остаток отделения, и потом начать повторять этот процесс. В конце концов, действуя таким образом, вы найдете наибольший общий делитель этих многочленов. И у вас либо получится единица, тогда корней нет, либо вы увидите, что есть нетривиальный общий делитель. То есть для конкретных многочленов проще всего это сделать с помощью алгоритма Эвклида. Но если вы хотите понять, что за условие получается, то его можно сформулировать в таком явном конечном виде. Для этого нужно написать такую хитрую матрицу. Значит, давайте возьмем... Значит, это будет матрица размера m плюс n на m плюс n. Она будет выглядеть таким образом. Значит, давайте вначале напишем строчку коэффициента первого многочлена. Сколько у нас этих коэффициентов? m плюс 1. А матрица нам нужна размера m плюс n, поэтому нам придется дописать еще n минус 1 нолик. Это будет первая строчка. Вот, n минус 1 нолик. Потом мы давайте на первое место напишем 0 и со сдвигом на единицу напишем опять коэффициенты нашего первого многочлена. И дополним в конце нулями. И так далее. Значит, сколько раз мы сможем это сделать? Сколько у нас таких строчек получится, пока мы не упремся в правый край? Не, неправильно. n. Потому что в первой строчке у нас n минус 1 нолик в конце написан, а в конце у нас 0 ноликов написано. От 0 до n минус 1 у нас n случаев. Поэтому таких строчек у нас n. Ну а потом давайте то же самое сделаем с b. Там ам, ам. А, прошу прощения, да. А 0 ам. А 0 ам, да. Очень хорошо, что вы не даете мне писать полную ерунду. Короче говоря, получится вот такая огромная матрица. Размера m плюс n на m плюс n. И дальше нужно будет взять ее определитель. Значит, результатом двух многочленов называется определитель вот этой матрицы. Давайте я звездочку вместо нее напишу, потому что я ее второй раз переписать буду не в состоянии. Вот. Ну и условие того, что два многочлена имеют общий корень, это в точности условие обращения в ноль результанта. Значит, так называется результат. Ну и на самом деле, если вы хотите это доказать, нужно просто сравнить алгоритм эвклида деления с остатком двух многочленов. И вы можете похожим способом искать определители этих двух матриц. Например, вы видите, что в первом столбце у нас всего два ненулевых элемента. Вы можете легко один из них сделать нулевым, если вычтите первую строчку с подходящим коэффициентом из этой строчки. Сделать такое элементарное преобразование. Очевидно, это преобразование примерно то же самое, что вы делаете, когда делите многочлены с остатком. То есть, легко пронаблюдать, что вычисление определителей этой матрицы это в точности то же самое, что алгоритм эвклида, примененный к этим двум многочленам. Поэтому и ответ получается таким же. Вот. Ну а теперь, собственно, что можно сказать про ту задачу, которая нас на самом деле интересует. А на самом деле нас интересует не общий делитель у двух многочленов, а кратный корень у одного многочлена. Ну, значит, опять же, ясно, что кратный корень у многочлена это все равно, что общий корень у многочлена и его производный. Правильно? Но на самом деле у нас ситуация чуть лучше, чем обычно. У нас однородные многочлены. Поэтому на самом деле дискриминант однородного многочлена F это все равно, что результат двух его частных производных. Можно по одной переменной продифференцировать. А, у нас W переменные. А можно по другой переменной продифференцировать. И результат двух этих частных производных это в точности дискриминант многочлена. Соответственно, вот вы можете написать явную формулу для дискриминанта через такой определитель. Что для нас важно? Для нас важно понимать, какой степени это условие на коэффициенты нашего многочлена. Мы же хотим понять, что из себя это множество представляет в этом проективном пространстве. Но давайте заметим. В нашем случае степень многочлена f была равна четверке. Правильно? Чему равна степень его частных производных? Трем. Блестяще. Соответственно, у нас матрица получается какого размера? 6 на 6. В нашем случае. И ее коэффициенты этой матрицы, ну это с точностью до умножения на какие-то там четверки, тройки, двойки, единицы коэффициенты нашего исходного многочлена. Коэффициенты нашей матрицы это с точностью до константы коэффициенты нашего многочлена. Поэтому, когда мы посчитаем определитель, это будет выражение какой степени от наших коэффициентов? В шестой степени. Совершенно верно. Значит, получаем, что условие касания двухконик это... Давайте я тут прям напишу ответ. Это гиперповерхность степени 6 в нашем проективном пространстве S квадрат V двойственная. Понятно? Вот. Ну что? Теперь нам остается только применить теорему Безу. Правильно? Давайте я это уже сотру. Нам это уже не понадобится. Значит, вот наша исходная задача была... Давайте напомню еще раз. Сколько коник касается пяти данных. Значит, вот у нас есть пять данных коник. Скажем, C1, C2 и так далее, C5. Да? Значит, как мы обсудили, каждая из них нам дает гиперповерхность степени 6 в соответствующем проективном пространстве. P от S квадрат V двойственного. И степень каждой из этих гиперповерхностей равна 6. Что нам говорит теорема Безу? Теорема Безу нам говорит, что пересечение должно состоять из скольких точек. Нам нужно перемножить степени. Кто знает, чему равно 6 в пятой? 7, 7, 6. Да. Красивое число получается. Если бы где-нибудь еще одну точку найти, то вообще была бы красота. Но, к сожалению, беда в том, что это ответ неправильный. Я уже, собственно, говорил, и вы, наверное, может даже слышали, это ответ неправильный. И тут ответ неправильный. Собственно, почему он неправильный? Как вы считаете? Они не в общем положении. Да, совершенно верно. Значит, теорема Безу дает правильный ответ только если гиперповерхности в общем положении. Ну, я не сказал, что значит в общем положении. На самом деле, можно сказать так, что если пересечение не имеет каких-то непрерывных компонент, то есть если это действительно какое-то конечное число точек, если у нас нет никаких семейств точек в пересечении, то если эти точки считать с правильной кратностью, то ответ будет правильный. Значит, есть некоторый способ каждой точке пересечения придать некоторый вес. Да, ну вот, знаете, это как обычная теорема Безу для многочленов от одной переменной. Если у вас есть многочлен степени n, то если вы количество его корней посчитаете с кратностями, то у вас должно получиться число n. Теорема Безу это на самом деле просто обобщение этого результата. Довольно прямолинейное. Вот. И точно так же, как для корней обычных многочленов можно придавать смысл кратностям, точно так же и точкам пересечения многообразий в проективном пространстве можно присваивать некоторые кратности. Если количество точек пересечения посчитать с кратностями, то как раз получится, должно получаться вот такое количество точек. Вот. Но проблема в том, что в нашей ситуации этого не происходит. В нашей ситуации эти гиперповерхности содержат некоторое семейство точек. Ну и давайте вот это я вам оставлю в качестве упражнения. Собственно, нужно понять... Ну, это упражнение такое немножко неформальное, но тем не менее, надеюсь, вы понимаете, что я прошу вас понять. Понять, что за... Ну... Какое лишнее семейство коник находится в пересечении х1 и так далее, и х5 наших вот этих пяти конкретных гиперповерхностей. Ну, значит, если кто-то ответ знает, пожалуйста, другим пока не говорите, мы это все равно обсудим завтра. А кто не знает, постарайтесь подумать про это, и я думаю, что если вы поймете ответ на этот вопрос, то вам это доставит некоторое удовольствие. Ну, а, собственно, завтра мы будем как раз обсуждать вот это лишнее семейство и обсуждать, как можно получить ответ, как бы, как нужно модифицировать нашу задачу, чтобы вот это лишнее семейство нам не мешало. Все. Спасибо. Продолжение следует...